Когда-то в набежных Челнах все развивалось по известной формуле. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Таким несчастьем для Автограда, кто помнит, стал пожар на заводе двигателей КамАЗа в начале 90-х. Проблемы на градообразующем предприятии вынужденно вывели на передний план тысячи и тысячи предприимчивых людей и малых компаний. Сегодня, слава Аллаху, есть другие способы и инструменты стимулировать деловую активность в Челнах. Один из наиболее эффективных возможностей, которые предоставляет статус территории, опережающего социально-экономического развития. Льготы ТАССР мотивируют инвесторов активнее вкладывать средства. А с площадками в Автограде проблем уже давно нет. Самый характерный пример – Камский индустриальный парк «Мастер», шестую очередь которого показали президенту Татарстана Рустаму Миниханову. За счет нее парк еще прирос на 170 тысяч квадратных метров площадей, на которых работают компании-резиденты. Сегодня это самый большой по площадям индустриальный парк на континенте, с выручкой резидентов 68 миллиардов рублей. Президент, впрочем, ставит задачу расти и дальше. По площадям цель 1 миллион 300 тысяч квадратных метров, по выручке предел не ограничен. Республика, со своей стороны, готова поддержать растущую индустриализацию челнов серьезными инвестициями в социальную инфраструктуру. Многое делается в плане дорожного строительства. Обновляются объекты здравоохранения. Президенту, в частности, во время визита, показали возможности городской поликлиники номер 3. Для нее закупили современное диагностическое оборудование. Теперь впервые в городе появился кабинет раннего выявления онкологических заболеваний у женщин. Здесь готовы открытие межрайонный офтальмологический центр, который будет обслуживать 7 ближайших районов. Густам Мениханов, признавая достижения во многих сферах социально-экономического развития, тем не менее обращает внимание на проблемы. Ключевые из них – отток талантливой молодежи в Казань, Москву, Санкт-Петербург, другие крупные города. И показатели развития малого бизнеса. Они хоть и выше среднереспубликанских, учитывая возможности и потенциал челнов, никак не могут полностью удовлетворять. Что касается ваших цифр, в счастье, доли субъектов малого и среднего бизнеса, малого территориального продукта, я считаю, что 30,5% на эльгамбарщи – это цифра очень малая. Все то же самое можно смело отнести и к Нижнекамску, куда Рустам Мениханов прибыл после челнов. Причем базовые условия здесь ничуть не хуже, а по некоторым позициям даже лучше, чем в Автограде. Есть у Нижнекамска тот же статус ТАСЭР и, соответственно, льготы для потенциальных инвесторов. В промышленном плане город вообще уникальный даже в масштабах России. Судите сами, здесь располагается 18% всех основных производственных фондов Татарстана. На Нижнекамск приходится 23% промышленной продукции республики, 30% экспорта Татарстана. Но надо понимать, все это достижение крупных предприятий Нижнекамска. Малый бизнес здесь долгое время пребывал в положении, уж извините, чемодана без ручки. И нести тяжело неудобно, и бросить жалко. Приделать к нему эту самую ручку – задача новой команды в исполкоме Нижнекамска под руководством Радмира Беляева. У молодого чиновника за плечами успешный опыт работы по поддержке бизнеса как раз-таки в Челнах. Задача – повторить его здесь, в Нижнекамске. Базовые условия в Нижнекамске очень мощные. Это сырье, передел сырья, это возможности социальные, это рабочие специальности, кадры. 2017 год был подготовительным годом, 2018 год будет годом реальных проектов, которых мы должны создать не менее 15 новых производств. В каком направлении двигаться в деле поддержки малого бизнеса, в Нижнекамске представление есть. Начинающих предпринимателей и просто инициативных молодых людей всегда ждут в молодежном центре «Ковер». Открывается рубаха, новый центр, где уже мне город предоставляет на льготных условиях год производства помещения. И это только малая часть, что делается сейчас для предпринимательства. И вообще, в принципе, не только для меня, а для нашего слоя, так скажем, мелких предпринимателей, потому что на нас, я считаю, держится экономика. Для инвесторов посерьезнее индустриальные площадки. Пока их две. Промышленный парк с одноименным названием «Нижнекамск» и индустриальная площадка «Пионер» в стадии строительства. Первый в Нижнекамске частный индустриальный парк и название у него соответствующее «Пионер». Располагается на территории бывшего кирпичного завода, который уже лет 9 как простаивает. Теперь промышленная площадка, как вы видите, обретает реальные очертания. Запуск главного резидента основного производства компании «Камасталь» планируется меньше, чем через полгода. Алифтина Кузьмина приехала в Нижнекамск с мужем из далекого Уссурийска. Говорит, понравился и сам город, и работа. Китайские инвесторы предложили ей возглавить новый проект. Пригодился опыт предыдущей деятельности и знания языков. Алифтина, кроме русского, свободно владеет английским и китайским языками. Татарстан – это достаточно активно развивающаяся республика. Это также не могло не привлечь иностранного инвестора. И возможностей для развития очень много, потому что здесь промышленное сердце России. Результаты работы малого и среднего бизнеса, конечно, кавалиции вам нещим. Только 38 место. Президент Рустам Миниханов настроен более критически и понятно почему. Основу доходной базы Нижнекамска составляют по-прежнему исключительно крупные предприятия. Они же несут главную социальную нагрузку. За счет средств предприятий группы ТАИФ и Татнефть реализуются все масштабные проекты. И пока нет никаких предпосылок сомневаться в их платежеспособности. Эти флагманы татарцанской промышленности только набирают обороты. К примеру, ТАИФНК готовит к запуску глобальный проект-комплекс глубокой переработки тяжелых остатков. Нижнекамскнефтехим построит новый олефиновый комплекс мощностью 1 миллион 200 тысяч тонн этилена в год. Это столько же этилена, сколько мы сегодня делаем. Здесь группа компаний ТАИФ проводит большую работу, на самом деле очень большие инвестиции. Уже мы понимаем, какие технологии, какие лицензиары. Сейчас большая работа идет по финансовым схемам. Я уверен, что с этой задачей мы тоже в ближайшее время должны справиться. Поддержать растущий малый бизнес в Нижнекамске – одна из приоритетных задач руководства города. Которую ему, очевидно, не поднять без помощи крупных предприятий. Рустам Мениханов это тоже хорошо понимает. Я, конечно, обращаюсь к Альберт Кашавычу и вам. Если есть какие-то сырьевые или какие-то проекты на входе, поддержать вот эти предприятия, которые будут развиваться на Нижнекамской площадке. Тимур Бехморзин, Андрей Мохов, Ильша Таюпов, Альберт Шафигулин. 7 дней.